Я говорю, ты интервью берешь, знаешь? А я и беру. А! Извините, это я и не занимался. В общем, начинается тренировка. Сейчас мы покажем красотку в действии. У вас сабеседование? Да, сабеседование. Сарая была же 35 минут. Можно было не говорить. А что, это мало? Это мало. Ну, а ты скажи, сколько я берешь? Сколько? 47. Я думаю, Нил две пятерки думал, как шрица. Давайте. Не, нормально. Ребят, всем привет. Сегодня в гостях на канале замечательный спортсмен Юлия. Привет. Я Юлю знаю уже в течение двух лет с переменным успехом. Кто занимается она кроссфитом, кто не занимается кроссфитом. Выпадает из тренировочного процесса, но неизменно при этом умудряется прогрессировать. И неизменно на протяжении эскальфировки. Трех. Трех лет питается исключительно растительной пищей. То есть у нас сегодня в гостях в гостях еще и вегетарианец. Первый раз. Расскажи, пожалуйста. Я думаю, всем будет интересно. Как ты пришла к вегетарианству? Были ли сложности на пути отказа от мясоедства? Что это тебе дает и давало ради? Ну, на самом деле причин очень много. И каждый день я сняла к этому поводу. Я выбрала этическую точку зрения. То есть я все-таки придерживаюсь от того, что кушать других, тратя своих удовлетворения, своих каких-то потребностей, ну, немножечко не гуманно, наверное. Поэтому для меня это не составило никакого труда попробовать и вот на протяжении трех лет уже отказываться полностью. Вот, весной. Рыду. Рыду я тоже не пьюшу. Вот. Ну, кто-то отказывается больше с целью оздоровиться, скажем так. Просматривается. Такая традиция у многих... Ой. Мецеев. Так, и у многих медиедов, да, тоже. Которые приходят в больницу, например, очень часто всем прописывают какую-то диету. И очень часто это бывает диета указана от красного мяса. Особенно от красного мяса. По сути сложилась такая ситуация, что Юля первый человек, который мне рассказывал, как нужно правильно кушать. В основном всегда я всем рассказываю, там расписываю диеты, что, как, зачем употреблять еду. И, конечно, когда у нас первый раз зашел разговор о вегетарианстве, я все воспринял в штыки. И после этого, как бы мы не раз возвращались к этому вопросу, обсуждали основные моменты. И как человек, который ест много белка, много протеина, то есть мяса, рыбы и всего остального, и при этом постоянно подбирается большим физическим нагрузкам, я не могу понять, как можно обходиться без аминокислот, которые есть заменимые, которые есть незаменимые в своем рационе, и при этом показывают какие-то результаты. Но, судя по тому, что делает Юля на тренировке, особенно в свете последних событий, когда в субботу она меня разорвала в комплексе, я поднял руки вверх и сдался, решил записать видео о том, как все-таки прогрессировать в кроссфите, не используя при этом пищу, продукты с глазами. Просто я на своем примере решила конкретно для себя попробовать, и вот я вижу, что я отлично себя чувствую, я могу тренироваться ввиду активного продолжения. Просто, когда я отказалась от мяса, немножечко изменили себя в рацион, когда я стала употреблять те продукты, которые я до этого вообще не знала, о которых и никогда не пушила, как с детства меня не приучили и не рассказали, что есть такое разнообразие. Но, наверное, немножко не то время было, то есть сейчас очень большой выбор различных продуктов. Я стала, ну опять же, это то же самое было, можно давать из различных погодов. Я ем соевое мясо, я ем чечевицу, я ем посоль, я ем гороху, но я все это люблю. В принципе, еще недавно хотела вот сказать, что сдавала анализы, и абсолютно все нормы, средние показатели всего, поэтому могу принести справочку, как доказательства того, что я плодности здоровы. Классно. А у тебя, вот смотри, получается, пища более углеводистая. Но по тебе, конечно, и не скажут, что где-то какие-то жировые отложения и так далее. У тебя фигура начала меняться с изменениями питания, но это по-любому должно происходить. В какую сторону, как, вылили какие-то качели, допустим, там чуть набрала, чуть убрала, или все время выглядишь так же хорошо, как и сегодня. Трудно, спасибо. Мне трудно, конечно, так сказать. Но судя по фотографиям, не могу сказать, что я сильно изменилась за эти три года. Единственный всплеск был, это когда после проекта, когда я участвовала в Красота Силы, когда была на сушке, после сушки уже, с разных, с разных частей моего тела, и, к сожалению, больше не вернулась, может, к счастью. Вот. И, ну вот, я в данном месте уже у полугода остаюсь, и все так же, что я, в принципе, я не зло покипляю ничем таким, то есть я не ем много на ночь, но я не могу себе это позволить. То есть, в принципе, я не придерживаю такой строго конкретной диеты. То есть, если мне хочется кушать вечером, после 3-10 часов вечера, я могу прийти домой и съесть салат. А сколько раз в день ты вообще кушаешь? Ну, кушаю, да. Я кушаю 5-6 раз в день, небольшие перекусы. А как-то, допустим, варьируешь углеводы с большим гемическим индексом, с меньшим, например, там, сладость есть в рационе, сахар, соль? Вот, к сожалению, не могу отказаться полностью от этого соли. Я практически не употребляю. Ну, в последнее время, вот, стараюсь полностью отказываться от него. И, ну, последние 2 месяца очень много уже. Даже шоколад. Ты вегетарианец или веган? Нет, вегетарианец. Веганы не едят еще молочные продукты. А ты молочко кушаешь, а рыбу не едят? Да, я едем, но, на самом деле, я вообще никогда не любила молочные продукты. Скажи, пожалуйста, а молочко ты кушаешь, ну, в каком виде и как частом? Очень редко. Иногда могу выпить ряженки, практически внутри молока. А творог? Да, творог. И очень редко. Из этой паночки, ну, относительно часто их делаю в последнее время, потому что это сладость, которую можно есть без беда, ну, относительно без беда, для здоровья. Там, немножечко сахара и сильно сладкое. То есть ты из этических соображений отказалась от животной пищи. Но вот многие также исследования показали, что раковые заболевания, они именно из-за того, что человек употребляет мясо. Да, но это как бы факт неоспоримый, но есть и обратный факт о том, что в Европе вегетарианцами запрещают, чтобы они подсаживали на эту диету детей. Потому что холестерин, который очень вредный для нас, он также отвечает за отделение клеток. И дети уже было выяснено, что растут на такого рода диете. На самом деле это очень спорный и трудный вопрос. И мне еще пока не пришлось его решать. Наверное, когда этот момент наступит, я более как-то внимательно отнесусь к этому. Но на данный момент ничего не могу сказать по этому поводу. То есть я конкретно на себе спробовала этот результат, для меня он подходит. Я слышала, что существует мнение, что некоторым людям с первой группы крови вообще противопоказано вегетарианство. Ну, ничего не могу сказать. То есть в моем группе есть вегетарианцы, которые точно так же живут активно вражении, прекрасно себя чувствуют. Ни разу не слышала, чтобы вегетарианцы... То есть очень часто мясоеды там на первом месте же по причинам смертности это сердечно-сосудистые заболевания. Как раз вегетарианство помогает эти проблемы немножечко убрать и продлить продолжительную жизнь. На самом деле люди тоже, я слышала, что проводили эксперимент, и люди одного и того же возраста, мясоеды вегетарианцы выглядят абсолютно по-разному. Поэтому... А я хочу быть молодой, красивой, здоровой, очень доброй. А я хотел сказать в свою очередь, тоже смотрел прикольный ролик о том, что загазованность вообще планеты, как раз вот СО2 из-за того, что животноборческая сфера очень развивается быстро, стремительно и протекает. И на самом деле просто выращивает еще сейчас очень много зерна, которое идет на корме животных. А на земле, так как не искорена, проблема голода. То есть некоторые люди голодают, а мы выращиваем так много зерна, чтобы просто прокормить своих животных. А потом ровно какой-то выбросить. Да, да. Ну, на самом деле, мы же всегда не все пройдем в ручку. Много пройдем в браслые животные, и ничего с этим не сделаешь. Попробуй тренироваться. А люди всегда ищут воду на Марсе, и они могут доставить засущего района Африки. ПОЛИТЕР Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Here they come again 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 There's not another choice I can see The screaming sound is crushing on me today To death I am dim To death I am dim Here they come again Here they come again Here they come again I have been doing this complex I've done it for a long time ago But I have done it for a long time I have done it for a long time But I can feel at the same time I feel at the same time I feel at the same time До новых встреч! Я еще хотела сказать, секундочку, а я хотела сказать, что если кто-то, кто посмотрит это видео, задумается хотя бы над тем, чтобы принять такой путь для себя, выбрать, я буду очень рада.